Здравствуйте! Сегодня в центре внимания главные итоги Дня Победы Дешевые билеты в Крым и новые врачи в Новочебоксарске В эфире обзор пресса за неделю А начинаем мы с находки времен Отечественной войны Газета «Аргументы и факты» сообщает В Ибресинском районе житель деревни Андреевка нашел артиллерийский снаряд По предварительной версии специалистов Артиллерийский снаряд от зенитной пушки пролежал в земле с 1943 года Механизм, приводящий его в действие, прогнил и не представлял опасности Его уничтожили на специальном полигоне в Цивильском районе Сейчас полицейские устанавливают, как снаряд мог оказаться в этом месте По одной из версий это может быть связано с летной военной школой тренировочного обучения Которая находилась во время войны в Ибресинском районе Газета про город подготовила большой материал о том, как жители Чебоксар отметили День Победы Одним из главных событий праздника стало шествие в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк» В этом году в Чебоксарах в ней приняли участие свыше 20 тысяч человек Глава Чувашии Михаил Игнатьев пришел на шествие «Бессмертного полка» с портретами своего отца и деда Одним из участников акции в Новочебоксарске стал заместитель председателя Госсовета Чувашии Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Малов «Участие в этой акции должно стать настоящей семейной традицией. Я держу в руках портрет своего деда со стороны матери Петра Федоровича Цыганова, а со стороны отца не вернулись с войны сразу четверо представителей старшего поколения нашей семьи», говорит Николай Малов Итоги праздника подвел глава города Чебоксара Леонид Черкесов В праздничных мероприятиях только в Чебоксарах приняли участие более 300 тысяч человек Это говорит о том, что День Победы был и остается для нас по-настоящему народным священным праздником Подвиг наших отцов и дедов забывать нельзя ни в коем случае Сохраняя этот праздник, мы сохраняем память о тех, кто обеспечил нам мирную жизнь на долгие годы Правительство Республики вновь обсуждает тему капитального ремонта Не за горами период активных ремонтных работ Газета «Советская Чувашия» сообщает Эта тема стала одной из первостепенных на еженедельном совещании у главы Республики В этом году запланировано отремонтировать 429 домов на сумму 607 миллионов рублей Намечается обновить систему электроснабжения, канализацию и водоотведение, холодное водоснабжение, отопление, кровлю Также на особым контроле сборов средств за капитальный ремонт Михаил Игнатьев отметил, что закон един для всех Владельцев квартир в старых и новых домах Подробности читайте в «Советской Чувашии» Крым становится дешевле Авиарейсы из Чебоксар в Симферополь будут субсидироваться из федерального бюджета Как сообщает российская газета Маршрут Чебоксары-Симферополь-Чебоксары Вошел в число рейсов, которые получат федеральную поддержку Согласно постановлению правительства страны Размер субсидий на пассажира в одну сторону определен в сумме 2700 рублей Кто может рассчитывать на льготный билет, читайте в российской газете В Новочебоксарске нашли способ привлечь на работу в больнице врачей Газета «Грани» публикует интервью с главным врачом Новочебоксарского медицинского центра Алексеем Кизиловым Нехватка врачей первичного звена – вопрос актуальный в целом по Новочебоксарску В городе нашли свое решение Вновь пришедшим специалистам и средств городского бюджета Предоставят единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей на приобретение жилья Таким образом, уже удалось закрыть две вакансии участковых терапевтов Ожидается, что в этом году в рамках программы Получится привлечь еще как минимум двух квалифицированных врачей Подробности в гранях И в завершение новость с вурнарских полей Ко дню химика рядом со стадионом появится настоящий парк культуры и отдыха Газета «Путь Победы» сообщает о начале работ по благоустройству близлежащего пруда В прошлом году здесь уже появился детский городок А в этом прямо на воде появится сцена для проведения различных развлекательных мероприятий Это был обзор самых заметных публикаций за неделю Хороших вам выходных! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»